Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет Магическое искусство Эмили Бронте. 205 лет со дня рождения писательницы. На пике славы английская писательница оказалась в 1847 году, когда был опубликован ее роман-бестселлер «Грозовой перевал». Читатели и литературные критики назвали книгу Эмили Бронте шедевром. До своего времени произведение оказалось новаторским. Известности Эмили Бронте добавляли стихи. Сейчас поэзия англичанки переживает всплеск интереса. Эмили Джейн Бронте появилась на свет летом 1818 года в графстве Оэст-Йоркшир в классической для этой местности деревни Торнтон с 15-тысячным населением. В жилах поэтессы и романистки текла ирландская и английская кровь. Вскоре семья перебралась в другую йоркширскую деревушку Хоэрст, где будущая писательница провела остаток жизни. Из окон дома в глухой деревушке Эмили с сестрами и братом любовалась видами торфянников и вересковых полей. Они же служили игровыми площадками для детей. Уже в детстве Эмили, как и остальные пятеро детей семейства Бронте, хлебнуло горе. После рождения шестого ребенка, девочки Энн, умерла мама. Эмили Бронте на тот момент исполнилось три года. Священник Патрик Бронте, оказавшийся не в силах справиться с многочисленным потомством, определил дочерей в благотворительную школу в соседнем градстве Ланкашир. В школе Кован-Бридж Эмили Бронте пробыла недолго. Когда девочке исполнилось шесть лет, в школе разразилась эпидемия. Две сестры Элизабет и Мария умерли. Эти смерти потрясли маленькую Эмили и в дальнейшем отразились на творческой биографии романистки. Отец забрал Энн, Эмили и Шарлотту домой. Продолжить учебу девочкам довелось в школе Роу-Хэт. Через два года, в 1837-м, Эмили Бронте покинула учебу и устроилась гувернанткой в Лоу-Хилле. Сестра мечтала заработать деньги для учебы брата Бренуэлла. Но условия работы оказались каторжными. Эмили трудилась с шести утра до одиннадцати вечера с получасовым перерывом. В Лоу-Хилле, расположенном в Низине, болела младшая сестренка Энн. Эмили покинула школу, забрав сестру. В 1842 году Эмили и Шарлотта Бронте отправились на учебу в Брюссель. После возвращения в Хоэрт, романистка больше не покидала любимую деревню. Талант к писательству обнаружился у девушки в детстве. Научившись читать и писать, Эмили Бронте взялась сочинять и записывать короткие рассказы и стихи. Особенно близка Эмили была с младшей сестрой Энн. Вместе девушки придумали волшебный мир Гондол и сочиняли о нем стихи. В 1846 году свет увидел сборник стихотворения Каррера, Элиса и Эктона Беллов. Под тремя братьями Белл скрывались Шарлотта, Эмили и Энн Бронте. Стихотворение Эмили и Элиса читателям пришлось по душе. Критики заметили сборник и отозвались хвалебными рецензиями. Спустя год Эмили Бронте опубликовала роман «Грозовой перевал» о двух семьях из Йоркшира, Линтонах и Эрнша, в чью жизнь ворвался злой гений Хитклифф. Его и Кэтрин Эрнша соединила любовь. Бурная демоническая страсть окончилась трагично. Воссоединились влюбленные после смерти. При жизни Эмили Бронте читатели встретили творение британки прохладно, но после ее смерти сестра Шарлотта издала «Грозовой перевал» вторично. В этот раз читатели разглядели мрачные тайны и грозную романтику произведения. Теперь роман был воспринят как шедевр. Британская романистка Элизабет Гаскел написала, что «Грозовой перевал» у читателей вызвал ужас и отвращение из-за выразительности, с которой Бронте изобразила отрицательных персонажей. Но в романе главенствовали разум и справедливость, победившие коварство и жестокость. Через год после выхода «Грозового перевала» в 1848 году свой роман «Незнакомка из Уайлдфилл Холла» опубликовала младшая из сестер Бронте Энн. Сочинение называют наиболее радикальным из романов Бронте и первым феминистским, в котором поднята тема гендерного неравенства. Тираж незнакомки раскупили за шесть недель. По популярности роман «Н» превзошел «Грозовой перевал» Эмили. В Брюсселе, где сестры Бронте обучались французскому языку, Эмили написала лаконичные сочинения, которые позже назвали бельгийскими эссе. Кроме них, до читателей дошли четыре дневниковые бумаги. В музее сестер Бронте в Хоэрте сохранились эссе-дневники Эмили, но переписка писательницы, кроме двух записок подруги Элли Насси, утрачена. По признанию Насси, Эмили Бронте, похоже, никогда в жизни не писала нормальных писем. В Брюсселе, где сестры Бронте обучались французскому языку, Эмили написала лаконичные сочинения, которые позже назвали бельгийскими эссе. Кроме них, до читателей дошли четыре дневниковые бумаги. В музее сестер Бронте в Хоэрте сохранились эссе-дневники Эмили, но переписка писательницы, кроме двух записок подруги Элли Насси, утрачена. По признанию Насси, Эмили Бронте, похоже, никогда в жизни не писала нормальных писем. Эмили Бронте отличалась от сестер крепким телосложением и ростом. Сведения о характере романистки противоречивы. В семье Эмили считали самой оживленной и общительной. При этом друзей у девушки не было, она избегала чужих людей и не впускала в свою жизнь никого, кроме родных. Эмили Бронте, темпераментная и неистовая, обожала домашних питомцев, оставив потомкам десятки рисунков с изображением кошек и собак. Писательница отличалась религиозностью, но отказалась от соответствующего образования. Для Эмили вера оказалась инструментом, с помощью которого женщина добивалась гармонии и мира в себе. Она отвергала помощь медиков, вверяя себя в руки Всевышнего и законов природы. В сентябре 1848 года скончался брат Патрик Бренуэлл, которому доктор диагностировал туберкулез на последней стадии болезни. Эмили Бронте простудилась на похоронах брата и в декабре скончалась от скоротечной чахотки, дожив до 30 лет. Энг не стала весной следующего 1849 года. Сестры и брат похоронены в фамильном склепе в Хоэрте. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова. Продолжение следует...